Вот, то есть, как сказал мой один знакомый реабилитолог, чтобы минимизировать проблемы. Тренируйте ягодицы, тренируйте пресс, используйте ролики, прокатывайте, релизьте все триггеры. Всем привет! С вами Павел на моем YouTube-канале Sometimes the Feel. Сегодня хотел поговорить опять о прокатке нижней части нашего тела. Это ноги и ягодицы. Почему решил опять записать об этом видео? Если кто-то смотрит мой канал, наверняка знаете, что у меня есть один из челленджей. Продольный шпагат сегодня, вот я его потренировал. Надеюсь, у меня есть небольшой прогресс в этом. Очень, конечно, хотелось бы услышать какие-то комментарии по этому поводу, есть или нет. Видео запишу, смонтирую немножко позже. В данном видео про прокатку я попытаюсь сделать вставки из моей тренировки продольного шпагата. На обе ноги, на правую, на левую, конечно же. Хотя я их разделил как два челленджа. Наверное, не совсем корректно, но вот так, как есть. Почему решил поговорить об этом? Потому что я лично всегда заканчиваю растягивающие тренировки прокаткой. Хотя, во многих видео по миофасциальному релизу вначале идет прокатка, потом растяжка. Сразу оговорюсь, я делюсь своим опытом, как это делаю я, как мое тело, мышцы реагируют на данные техники. Сразу оговорюсь, перед растяжкой я тоже немножко прокатываюсь, буквально совсем чуть-чуть. И, конечно же, разогреваюсь. Если будет кому-то интересна моя подготовка к растяжке, я тоже смогу записать видео, рассказать, как это делаю я лично. Так вот, сегодня я хочу сделать прокатку всех поверхностей ног в моем исполнении, в моем стиле. И перед этим я хотел показать вот такие обычные Casio, очень простые часы, но они не обычные. Они у меня очень давно, очень копеечные. И почему я люблю эти часы и пользуюсь, в принципе, из-за одной функции. Это так называемый Loop Timer, то есть петлевой таймер, который можно выставлять на любое время. Я сегодня его поставлю на одну минуту, за ним следить не нужно. Как только минута заканчивается, он начинается по новой. И так можно, не отвлекаясь от прокатки, от тренировки, от чего-либо, тем, чем вы занимаетесь, менять различные, скажем так, части тела. Я буду менять после каждой минуты ноги, передние поверхности, задние, боковые. То есть, опять же, пройдемся по нашим любимым аддукторам. Я о них тоже записывал видео. Я осознанно не буду ускорять видео, а сделаю это в реальном времени, чтобы наглядно показать, что одна минута, это, в принципе, довольно долго, когда ты делаешь прокатку особенно болезненных частей тела, скажем так. Так, тех мышц, в которых есть триггеры и которые болят. Я, кстати, вчера обнаружил у себя очень болезненный триггер. Еще один в лопатке. Я думаю, и он меня тоже тормозит в одном из моих челленджей. Но это все решаемо. Итак, чтобы больше не ходить вокруг да около, включаем таймер. Я сразу начну с жесткого ролла, хотя вначале можно покатать на мягком. Этот ролл будет издавать неприятные щелкающие звуки. Я об этом говорил. Внутренние вставки имеют свойство трескаться. Моя треснутая, поэтому мягкий ролл внутри. Потом немножко перейду на вот этот ролл. Он, в принципе, мягкий, но с ядристыми поверхностями, которые тоже могут более точно воздействовать на наши триггеры. После этого перейдем на новый мой ролл для ягодиц и задней поверхности бедра. Я очень люблю заднюю поверхность бедра, особенно в районе выхода с седалищного нерва. Я люблю вот этот ролл. Но также можно покатать. Я покажу на цилиндрических роллах. Вот. На этом вступление заканчивается. Заканчивается. Начинаем активно переходить к прокатке. Поехали. Итак. Все в реальном времени. Поврик просто, чтобы опираться руками, потому что плитка немножко холодная. И поехали. Я надеюсь, будет видно здесь. Специально вот так вот. Таймер. Одна минута. Начнем с правой ноги. Я сразу перехожу на весь вес тела. Здесь я уже из опыта катаюсь всю поверхность. Немножко заезжаю дальше. к поезду. Чуть-чуть выхожу на бок. Хотя, бок я делаю. Буду боковую поверхность тоже отдельно. Неприятный щелкнущий звук. Это мой ролик. Это дает о себе знать. Вот так вот с полной эффективностью я катаю одну минуту. Только одну ногу. Я сделаю тайм-кодер. И кому надоест минуту ждать, может всегда переходить по тайм-коду на следующую ногу. Вот наш таймер заработал. я перешел на другую ногу. При прокатке ролик уходит, поэтому я буду смущаться, чтобы всегда оставаться в кадре. Одна нога кладется на рабочую. И так получается мы максимально воздействуем на мышцы передней поверхности. Обычно реабилитологи потом опять теперь зазвенил таймер теперь четко боковая поверхность. Извините, что спиной. Обычно рекомендуется прокатка одного участка в районе 40-45 секунд. В принципе от полминуты до минуты. Я для удобства минутного таймера минуту прокатываю. когда есть болезненные участки, конечно же так интенсивно делать не нужно. останавливаться. Можно я показывал в одном из видео как прокатывать не располагаясь полностью своим весом не давя на мышцы оставляю одну ногу на полу. да, защелкающий звук я думаю будет многих раздражать но сразу хочу извиниться за этот ролик в следующий раз я возьму в принципе сейчас его поменяю минуту работаю поменяю на на другой. Иногда если я где-то что-то чувствую я могу оставаться на на ребре в точках ну это уже в прошлом болевых ощущений уже нет я остановлю таймер очень удобно его останавливать потом опять запускать убираем этот скрипящий ролик возьмем этот и немножко прокатаем корень я стараюсь всем весом можно чем дальше от ролика тем меньше нагрузка можно на одну ногу переходить можно на другую как можно больше прижимать ногу к ролику либо по легкому больше упираться на руки вот либо садиться полностью на ролик тогда будет нагрузка немножко больше более нет чтобы время не не увеличивать сделаю для двух ног за раз теперь переходим к задней поверхности бедра можно на ролике я сейчас просто покажу не прокатывая нет не буду показывать в реальном времени чтобы все было понятно насколько это занимает время вот я сажусь на этот мячик здесь могут быть очень болезненные ощущения особенно в этой точке в районе выхода седалищного нерва как я и говорил можно прокатывать на цилиндрическом роли но я чтобы более точечно воздействовать люблю прокатывать на мяче тут можно зайти и под ягодичные мышцы и вот особенно если немножко развернуть носком к полу ногу то я думаю многие могут почувствовать насколько эта точка может быть болезненной я тоже подхожу ближе к колену потому что борюсь с аддукторами для челленджера поперечного шпагата меняем можно тоже я люблю вот здесь забросить ногу и места если вот так интенсивно покатать то можно почувствовать как согревается тело это довольно таки интенсивная такая тренировка вот чтобы можно подставлять какой-то ролик под боли не тогда будет не такое сильное воздействие если есть болезненные ощущения так как их нету я стараюсь как можно больше давить телом на на мячик после этого сейчас перейдем к аддукторам видите время немножко сразу на мягком я еще раз установлю потому что хотя в принципе когда переходишь от мышцы к мышце вот эти 7-8-9 секунд они есть и получается в районе 50-47 секунд ты фактически катаешь мышцу и так опять ресетим таймер как я и говорил раньше так не будет видно вот так будет видно ролик ставим параллельно коврику начали начали да так будет видно вот в районе колена были ощущения болезненные ушли но я продолжаю даже несмотря на то что я сегодня не практиковал поперечный шпагат только продольный я все равно прокатываю каждый день наверное потому что хочу быстрее на него сесть но это конечно шутка прокатка трегеров очень ну как по мне очень полезная тренировка которая реально поможет продвинуться в изучении любого элемента силового либо элемента на гибкость либо элемента на растяжку потому что спазмированные мышцы меняем спазмированные мышцы теряют очень сильно свою функциональность как я и говорил на мягком ролике поначалу можно делать эти прокатки я покажу что что если ролик пожестче и повыше я люблю этот то тогда и воздействие более сильное и я люблю подъезжать немножко ближе чтобы всю внутреннюю поверхность бедра прокатывать и так закончили с ногами конечно же можно искать точки болезненности можно искать где вы ощущаете необходимость прокатки я делаю общую прокатку чтобы просто размять мышцы и после растяжки я чувствую никакой скованности у меня то есть нету никакого ощущения что ты потянул растянул куда-то дальше сел потому что я сейчас пытаюсь свои лимиты расширить с каждой тренировкой я пытаюсь увеличить угол как англичане говорят the range of motion то есть я стараюсь все больше глубже и глубже сесть куда-нибудь сегодня в частности это был продольный и теперь после после ног я все равно люблю прокатывать ягодицу грушевидную и тоже пойдем и минутку покатаемся здесь видно вот я уже наэкспериментировался за много лет использования роликов сейчас я просто уже не издеваясь над ягодицами делаю различные прокатки с различных направлениях на шаре хотя начинать тоже можно с цилиндрических роллов начиная с самого мягкого потом переходя на более жесткие ну а потом уже переходить на мечи с мечом можно делать все что угодно в любых в любых проекциях в любых направлениях я повернусь вот чтобы было видно не так не видно немножко дальше то есть все что у нас там выросло мы можем покатать и зачастую на первых этапах это может быть довольно таки болезненно но когда все эти болезненные ощущения проходят это становится просто приятно ты чувствуешь как функциональность ягодиц и связанных с этим работа спины как сказал мне один грамотный реабилиттор когда обратился со своей проблемной спиной вот так вот мы можем прокатать я не буду задерживаться на различных частях ягодиц то есть среднюю большую мою любимую грушевидную мышцу просто на мячике если покататься и найти те точки которые у вас болят можно на них акцентировать внимание и прокатывать их в течении вот 60 секунд если есть такой петлевой таймер это просто удобно не нужно смотреть хотя можно конечно же запустить таймер на телефоне мониторить это все я уже за много лет привык к петлевому таймеру на него не отвлекаюсь по минуте катаю каждую каждую мышцу это удобно и просто суперски вот то есть как сказал мой один знакомый реабилитолог чтобы минимизировать проблемы связанные со спиной с позвоночником так как это было у меня нужно тренировать и прокачивать ягодицы и пресс эти две скажем так не мышцы набор мышц которые при правильном использовании при функциональности своей снимают огромную часть нагрузки с нашего позвоночника и особенно это помогает позвоночнику который имеет проблемы и в общем тренируйте ягодицы тренируйте пресс используйте ролики прокатывайте релизьте все триггеры и ваша спина и не только скажет вам огромное спасибо я надеюсь сегодня это было полезно немножко спонтанно я хотел просто все это сделать в реальном времени попробуйте покататься минуту на каждую мышцу которая вам будет интересно и вы посмотрите насколько это здоровски особенно после силовых тренировок всем пока спасибо за внимание и до следующих встреч увидимся на продольном шпагате до следующих встреч до следующих встреч